Вы на канале Валекса. Всех приветствую. Общий расклад, мои дорогие, для вас под названием признание в любви, потому что многим наверняка хочется признаться своему партнеру в любви, особенно тем, у кого отношения напоминают качели, особенно тем, у кого какая-то неясность в отношениях, либо еще не пришло для этого время. Итак, расклад признания в любви. Первая позиция. Каково состояние этих отношений в целом? Энергичное состояние по шестерке жезлов. Тут намечается взаимное движение навстречу друг другу. Причем очень стремительное. Как вы относитесь к партнеру? Как вы, мой зритель, относитесь к партнеру? Следующая позиция. В мечевых энергиях находитесь. Есть какие-то моменты, простите, отрицания, непринятия его сути, его как личности, его как человека, который вам нужен. Либо вы не так сильно его любите, потому что тут мечевой король выходит, либо любите, но хотите под себя заточить, сделать под себя. Как загаданный человек относится к вам? То была позиция, как вы относитесь, а это как загаданный человек относится к вам? Как императрица. Если меня смотрят девочки, то смотрите, какая позиция. Возможно, вы, мужчину, не очень разглядели, недооценили. Он к вам, вот смотрите, как на лошадке ездит. Суждено ли быть вместе? Четвертая позиция. Суждено ли вам быть вместе? Карта смерти. Карта смерти. Вы знаете, проигрываться может и как выход статуса отношений на новый уровень, и как невозможность продолжения этих отношений в целом. Поэтому мы берем пятую позицию. В чем причина притяжения? Для того, чтобы посмотреть, какая карта упадет рядом. В чем причина притяжения? Вам комфортно рядом друг с другом? Каждый из вас чувствует себя защищенным рядом со своим партнером? Хорошо. Значит, возможно, тут все-таки разговор идет о переходе на новый уровень в отношениях, на новую ступень развития этих отношений. Чем партнер загаданный хорош для вас, мой зритель? Тем, что этот человек умеет принимать решения. Тем, что этот человек готов двигать эти отношения, готов двигать вообще энергии на результат. Кстати, хороший партнер получается. Седьмая позиция. Стоит ли признаваться вам, тому, кто меня сейчас смотрит в своих чувствах? Стоит ли признаваться в чувствах партнера вам? Королева жезлов выпадает. Получается, что можно. Королева жезлов – это энергичная, страстная женщина. Только сделать это ярко, красиво, с фанфарами какими-то, с хлопушками. Можно, можно попробовать по этой карте. Можно попробовать. А мы теперь смотрим, какова будет реакция партнера. Какова будет реакция партнера на ваше признание. Если вы в ссоре, вы помиритесь. И, конечно же, эта карта говорит о том, что какой-то определенный этап ушел в прошлое. И начинается, перекликаясь с картой смерти, начинается новый этап в ваших отношениях. Мирный, счастливый, замечательный. Ну и давайте карту итога достанем к заключению. Отшельник. Разговор идет о человеке одиноком, ваш партнер, либо вы одиноки. И разговор идет о том, что все-таки каждый в этой жизни за себя. И нужно больше сосредотачиваться на своем внутреннем мире, прорабатывать свой внутренний мир, дабы улучшить отношения, повысить вибрации вокруг. Поэтому по этой карте прорабатывайте свои личные качества, прорабатывайте обиды, прорабатывайте какие-то негативные черты своего характера. Но не отдаляйтесь, вот вам по итогу говорят, но не отдаляйтесь от своего партнера, решайте все вопросы вместе и занимайтесь саморазвитием.